Вечеринки летом Пару месяцев назад я как раз хотела сюда попасть, но пока не было дороги. И тут все совпало. Звезды сошлись, что я теперь здесь. Вот такие атмосферные, домашние, в какой-то степени уютные вечеринки. Это очень здорово, что есть такая возможность встретиться со знакомыми, с близкими по духу людьми, единомышленниками. Вот так круто отдохнуть. Это только на Ибице можно прийти на вечеринку в купальнике. У нас же бикини не так популярны, как коктейльные наряды. Платья гуляться. Это прям проблема. Мы вообще не знаем, куда от этого деться. Нужно выгуливать. Логан, девочки, выгуливаем коктейльные платья или выгуливаем новые наряды. Обожаю. Я всегда только за. Мне всегда есть, что выгулить. И это, знаете, как глоток свежего воздуха. Приехать, выгуливать красивое платье, делать прическу, делать макияж. Наоборот, здорово. На самом деле, побольше бы таких мероприятий. Поэтому организаторам большой респект. Очень здорово, что в Челябинске появилась возможность вот так отдыхать. Не надо устраивать такие вечеринки обязательно. Как говорят, не место красит человека. Но это не совсем тот случай, поскольку площадка для проведения вечеринки на берегу озера уж больно хороша. Мы решили ее назвать Кременкуль. То есть нам не кажется, что мы в Кременкуле. Очень много мест, именно фотозон, что немаловажно для девчонок, потому что они ходят, все фотографируются. Это очень по-европейски выглядит сама площадка, где проходит само мероприятие. И, в принципе, радушное отношение персонала, это очень много значит. Мы все это обычно на даче. Приехали. И я очень рад. Здесь круто. Летом все по садам, по огородам, по отпускам. Мы практически сегодня в огородах. Только вот в таких огородах мало кто был, поэтому мы решили всех сюда пригласить. Это действительно потрясающее место. Потрясающие люди сегодня собрались. Для нас это был посыл, чтобы можно было познакомить с резиденцией и официально как бы сделать открытие. Вот для этого мы согласились и нам понравилось, чтобы можно было в дружеской атмосфере показать. У нас будет сегодня показ вип-спа очень высокого уровня и одной виллы. Планировали еще банную тоже вечеринку. Локация очень интересная. Я сама занимаюсь организацией мероприятий. Мне было очень интересно посмотреть, как другие организовывают, потому что на самом деле я очень редко выезжаю на какие-то такие выездные мероприятия, поэтому я прям впечатлена. Я для себя открыла это место. Очень классно все, особенно ландшафтный дизайн. То есть я много раз слышала, что есть такое место. А я не слышала. Здесь первый раз. Локация классная. Очень рекомендую. Там кто-то на даче грядки копает, кто-то в клубе очень душно. А здесь есть место замечательное собраться, подышать свежим воздухом, пообщаться просто с людьми. На самом деле здесь же не только вечеринка, то есть очень многие сюда пришли с деловой целью. То есть познакомиться, наладить какие-то деловые знакомства. Я уверена, что здесь... Да, собираться безусловно нужно. Ну и о гостях все-таки тоже стоит сказать несколько приятных слов. И, конечно же, всем поставить лайк. Нет, здесь все с телефонами, все смотрят, снимают сторисы, делают фильтры. И я такая думаю, о, классно, я на месте, я там, где надо. Никто на меня не смотрит косо, что я снимаю селфи. Здесь и есть блогеры, которые очень медийные люди. Есть в то же время друзья организаторов. Есть люди, которые подписаны, которые пытаются себя как-то прокачать через Инстаграм. Поэтому, ну, публика очень хорошая. Если посмотреть сейчас на тех людей, которые здесь собрались, мне кажется, вот он, собственно, и ответ. Да, и только так, как мы все-таки битва блогеров. И здесь и блогеры, и, в общем-то, и медийные личности. И просто наши хорошие друзья, знакомые всем, кому интересно такое времяпровождение. Блогеров я здесь вижу, наверное, человек 5-6, ну, таких крупных. А остальное это просто красивые, интересные люди с Челябинска, которых, в принципе, не часто увидишь на каких-то тусовках. И мы позиционируемся как две Лены, которые делают самые крутые мероприятия в самых крутых местах. Летним вечеринкам быть, если их собирают в правильные люди, можно быть такой нескромный? За ними, конечно, идут люди, но здесь еще люди идут за идеи. То есть сама идея интересная, и то, что они делают, люди идут вот как бы за этим делом, за вот этой битвой блогеров. Интересная тема, она всех объединила, и люди им верят. Все проходит всегда на уровне, и поэтому все мы здесь. Еще недавно челябинцы были тяжелыми на подъем. Сейчас как-то все происходит легко и быстро. Ну, что тут сказать, инстаформат.